Так, для начала давайте запомним, что билет стоит 300 рублей. Это номинальная плата за то, что... Сейчас наша средняя цена 700 рублей, минимум 700 рублей на наши мероприятия. А сегодня 300 рублей, это чтобы лохов не было, которые бесплатно. Кто-то, кстати, бесплатно сегодня сидит. Это наш друг. Мы дружим с лохами. Ну, в общем, наш концерт называется «Артур и драк, не вошедшая». Нет, пауза была для осмысления, а не для аплодисментов. Аплодисментов, смысл... Объяснить, да. Смысл в том, что это не вошедшее, значит, что-то, с чего не смеялись везде. Дело в том, что профессиональные комики, такие как мы, работают круглый год и пишут шутки. И каждый день проверяют их. А есть шутки, которые никого не рассмешили. Но мы считаем, что они стоят тоже внимания человеческого. Поэтому мы сегодня собрали все дерьмо, что у нас было, и расскажем вам, может, с вами еще доделаем, потому что, ну, это не прям дерьмо. Там есть, ну, что-то там есть. Поэтому мы сегодня вот так... Это некий диалог будет, но вы не разговаривайте. Сегодня будет некий... Не выступление, а некий диалог. Поэтому мы выписали все, что у нас было за год, правильно? И будем рассказывать вам. Так что похлопайте. Мы волнуемся, потому что... Потому что некоторые шутки не звучали нигде в принципе. Например. Я положу тут. Что за хуйня? Я сейчас на сцене осознал, почему это не звучало нигде. Все, похлопайте, и мы начинаем. Меня недавно цыганка прокляла на улице. Сразу. Советую вам уже получать удовольствие. Потому что это... Ну, я сейчас выбрал ярчайшую. Меня недавно цыганка прокляла на улице. Сразу. Но она даже не дала шанс проявить себя как-то. Она подошла и такая... Ты проклят. Я такой... Блин, дай шанс. Я заметил, что я не нравлюсь бисексуалам. Мы же договаривались, короткий тоже. Недавно новости смотрел, и там была фраза, что патриарх «Всея Руси» встретился с президентом России. Я подумал, ну, почему «Всея Руси»? Ну, Руси же нет. «Всея»? Ну, ты в каком году, по-твоему, живешь? Типа «Патриарх всей России»? Ну, не круто? Я патриарх «Всея Руси»? А, да. Социальный... Шутка обрела социальное направление. Почему название старое, типа «Всея Руси», а часики новенькие? Да. У него же ни айфон... Не потяну такую. Я бреюсь два дня. Все бреются по-своему. Я бреюсь два дня. Я в первый день бреюсь, выхожу в город, и друзья говорят, где еще нужно добриться. А на следующий день я добриваю очко, и у них уже... Больше нет никаких претензий. Ну, вы поняли. Типа «Я очень влиятельный человек, и друзья мне лежат в жопу». Все, это больше не невошедшее. Это основной материал теперь. Мне нравятся православные попрошайки, потому что, в отличие от мусульманских, они, прежде чем попросить денег, не здороваются с тобой за руку. Актуальное про лето я ношу солнцезащитные очки, но я ношу солнцезащитные очки, ну, не потому что от солнца защищают, а потому что никто не знает, куда я смотрю в них. Понимаете? Потому что я надеваю очки по всему телу, и никто не видит, где мои глаза, они могут быть где угодно. Почему, когда просишь девушку скинуть фотки, они реагируют так, будто фотография не изобретена, в принципе? Ты такой, скинь фотки, а она такая, что? Ты о чём? Ну, бывает же ещё, что ты просишь скинуть фотки, и они кидают фотографии из профиля, которые я видел. Ну, я просил скинуть фотки, а не показать, что ты тупая. Я ещё не понимаю, когда просишь скинуть фотки, и тебе кидают фотки лица. Что мне делать... Что мне делать с лицом? Объясните мне. Фотки лица надо кидать, если у тебя в профиле фотографии сисек и пизды. Крупным планом. Я, когда кидают фотки лица, ну, дрочу на лицо. А что она хотела? Отвратительно. Ладно, в продолжение этой темы, недавно подумал, что... Ну, для меня, я решил, что... Нет, вообще, в целом, я подумал, что... Ну, на самом деле, душа красив... Ну, душа важнее, чем красота. Если человек уродливый, душа у него... Если он уродливый, душа — это единственное, на что он может стоять, правильно? Если ты красивый, то можешь сам выбрать. Че важнее. Ну, что может урод предоставить людям? Какой у него есть товар, кроме души? Ум. Ум? Ум, блядь. Ум. Я подумал, что я хочу, чтобы неонацисты остались в прошлом. Прикольно же. Ну, представьте, как отстойно неонацистам остаться в прошлом. Они же неонацисты. Я сейчас вообще подумал, как трудно нацистам в мире, где есть неонацисты. Они как будто тупорылые неонацисты. Это предыдущая версия. Как вообще неонацисты в будущем будут называться? Пост-мета-неонацисты. Ультра. Уже как радио больше. Спасибо. Вообще, зачем течение как-то называть? Правильно? Ну, помните, была новейшая история? И где она сейчас? Нихуя же не новейшая. Ну, а книжки-то остались с названием «Новейшая история»? Вопросик. Вопрос... Вопрос на засыпку, блин. Я бы занимался сексом с кошками, но встречался с собаками. Блин, это потрясающе. Мы не поняли. Вы не поняли. Она описывает природу и кошек, и собак. Что кошки такие сексуальные, но... Суки. А собаки... Собаки больше жены. Новая проблема есть. Полицейские подкидывают... Ну, она не новая, да, наверное. Полицейские подкидывают наркотики людям, потом задерживают их. Я... Да, а как бороться с этой проблемой? Полицейские подкидывают наркотики людям, и люди их употребляют. Нахуй надо. Не, ну, подкидывают наркотики, и потом задерживают тебя за это. Я решил эту проблему. Надо запретить полицейским ходить с наркотиками. Потому что почему они в принципе ходят с наркотиками? Ну, это ж полицейские. У вас было такое, что во время секса не встает член, и ты такой сейчас, сейчас дрочишь и кончаешь? Да, 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 вот так. Потому что дрочка лучше, чем секс. Как минимум. Так, ну, дрочка действительно прекрасна. Я, когда открыл для себя секс, понял, что можно заниматься сексом, чтобы потом дрочить дольше. Я тоже, как и вы, часто смотрю порно, и я заметил, что в порно никогда нет музыки для секса. Очень неудобно, потому что приходится в отдельном проигрывателе открывать музыку для секса и смотреть порно. То неловко, в тишине какие-то вздохи. Я недавно смотрел порно, где порно-актриса неожиданно нарушила четвертую стену. Ее трахали, и она в один момент повернулась в камеру и такая, ты на телефоне смотришь или на телевизоре? Я такой, о господи. На телефоне. Еще перестал смотреть порно, потому что... Кстати, старая шутка, я сейчас опять смотрю порно. Я если перестаю смотреть порно, это там на неделю где-то. Вообще порно точно вредно, потому что нельзя... Ну, становишься избирательным. Становятся запросы странные. Нельзя 8 лет классику смотреть, понимаете? Я последний раз, когда был на порно-сайте, я недовольный листал страницы. Я думал, блин, а есть видео, где я ебусь? И оказывается, есть. Три видео есть. Все знают, что муравьи могут поднять вес больше своего в 50 раз. Очень крутая... Очень крутая способность, очень крутая способность. Действительно, ну, восхищает. Но как обидно, что все вокруг весит дохуя больше, да? Как, представьте, как обидно муравьям. Дай эту способность любому другому существу на земле, и он кайфанет. Дай слону, он перевернет мир. Но она у муравьев. Я загуглил, чтобы не быть голословным, сколько весят муравей. Он весит 1 миллиграмм. Представляете? Потом я загуглил, что весит 50 миллиграмм. Там был ответ 50 муравьев. Представляете? Что муравей может делать вообще с этими данными? Максимум, что он может делать, это поднимать 50 муравьев и такой, зацени и белее. И второй муравей такой, нахуй ты это сделал? Зачем? Такая концовка. Я люблю машины. И я недавно вышел новый Porsche 911. Кто видел рекламу в Ютубе? Наверное, никто. Я смотрел эту рекламу, и там сюжет такой, что стоит Porsche. Это спортивная машина. Там 570 лошадиных сил, очень быстрая. И в моменте спускается на парковку женщина, бизнес-вумен, открывает Porsche, садится в Porsche, выезжает с парковки и по серпантину очень быстро едет. Ну, переключая коробку передач, ну, очень быстро. Опасное вождение. Ну, я смотрю на это, я думаю, ну, почему? Ну, ни одна женщина не будет так быстро ехать по серпантину, если она не спешит кому-то отсосать. так, сексистские шутки получаются сейчас. Так, а кто там разговаривает за 300 рублей? Теперь стало интересно. Блондинка за рулем. Да, иди сюда, расскажи историю. Ну, не стесняйся, потому что все уже слышали блондинка за рулем, интересная. Вот, подходите. Поддержим. Вот, теперь вот так, теперь вот оттуда, вот влево, сейчас влево. Нет, 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 слева не получится, справа, справа, он уже идет. Он уже идет, нормально, слева или справа. Тут лучше как-то... Он тебя дает. Не получится, не собьет. Так, а вы вообще на шаутина? Что, я слишком старый, что ли, стал? Нет, 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 я не про это. Да нет, я понимаю, ну, вот, раз ты начал рассказывать про блондинку, которая быстро переключает, у меня была ситуация пару лет назад, когда я стоял на перекрестке, я стоял с милиционером, разговаривал, ну, у нас здесь посольская зона, стою, разговариваю, вижу, как у человека глаза вот так, пух, я думаю, все. попал потерял что-то поворачиваясь масса разрушений снесенный светофор две машины и блондинка в истерике бьющиеся разбили ее машину вот но тоже пришел на свиданку самое смешное было другом что из ауди которая вылезла вот девушка вылезла из машины которая просто все разнесла вылезла с таким таким видом посмотрел на все это сделал звонок и залезла обратно вот собралась толпа на спряталась но все это как было так печально потому что было разнесено много разрушений спасибо спасибо так что если есть истории выходите и рассказывайте ну что можно сказать про эту историю что мы поняли что эта девушка в тот вечер так никому и не отсосала сексизма много сейчас или вкидывать все нормально не злитесь лучше зайти чтобы до ребятам было видно там нас прям важно видеть я думаю что лучше слышать но я про тоже так да кто-то выступите место что за молодежь пошла вот правильно да ты иди теперь сюда иди сюда иди к нам ты можешь здесь сидеть пока ты можешь сидеть здесь нет почему садись садись не если ты будешь молчать то у нас все получится я про то же слова я тоже могу сидеть я тоже могу сидеть давай так делаем и а так ладно тишина давайте мы шутки будем рассказывать так последнее сексизм был знаете что самое сложное в операции по смене полос мужского на женский уменьшить мозг не правда давайте познакомимся это и драк я артур это алексей чем занимаетесь алексей но думаю иногда обычно наукой думаю об этом какой наукой физикой как якубович какой физикой мозга физика мозга ну да а вы реально изучаете мозг да да расскажите что-нибудь про мозг ладно мы тогда прервемся на шутки а вы пока осваивай блин изучили извините я хожу в хипстерскую кофейню как неуважительно вы можете вы можете послушать алексей пожалуйста вы в youtube зашли я видел как вы зашли но вы если сидите тут хотя бы блин реагируйте я хожу в хипстерскую кофейню знаете эти кофейни где играет музыка которую бариста сам написал ну и там такой бариста который запоминает все заказы ну что он такой открытый человек типа ты приходишь а он когда-то запомнил что ты любишь и он тебе называет это и и мой заказ он запомнил неправильно и теперь я не могу ему об этом сказать потому что я уже сто раз соглашался с неправильным заказом но он поймет что я засал ему говорить ну и каждый раз я прихожу к нему и он такой двойной капучино я такой ахты сукин сын как всегда в точку а я кофе не пью в принципе мне от кофе плохо я выпиваю двойной капучино выхожу на улицу и меня 50 панических атак подряд ну я не знаю как теперь ему сказать типа я прихожу и он такой двойной капучино я такой послушай ну давай попробуем я такой он такой двойной капучино я такой тройной вот блин человек знает мозг человек знает знает свое дело да я расскажу свою версию все таки тоже давай удачи после давай попробуй после тройного капучино я я не знаю как теперь все поменять я захожу он такой двойной капучино я такой послушай я больше не люблю кофе и он такой а в чем дело максим на это вы не поняли явно а пони блин ничего себе он понял его артур зовут так я подумал что транспортные аварии звучат ужасно например ну авиакатастрофа звучит я именно про семантику звучит прям ужасно авиакатастрофа очень сильное слово не хотелось бы попасть корабли крушение ничего себе очень мощно звучит и почему-то рядом с этим поезд сошел с рельсов и почему-то рядом с этим поезд сошел с рельсов рядом с этим это звучит но не но настолько не убедительно что почти безопасно нет я умер в поезд сошел с рельсов так отвратить я умер в авиакатастрофе все таки вау ну ну разумеется я умер в поезд сошел с рельсов ты чё слабак все же знают что но если поезд сошел с рельсов достаточно держаться за поручень и ты же но не всегда да я знаю ему вы помогали придумать шутку мне разрушаете просто я думаю было так был какой-то крутой филолог они физик был какой-то филолога ему говорят так самолет упал на землю и он такой авиакатастрофе книгу есть ничего себе как ты круто потом корабль ушел под воду и он такой кораблекрушение нифигасе чувак блин ты круто придумываешь поезд сошел с рельсами он такой поездогидон и все таки оставим это на случай когда все поезда сойдут с рельсов спасибо мы почему-то набираем баллы перед алексеем нам теперь важно очень сильно его мнение конце он даст оценку нашим мозгам я я в метро постоянно даю сумку на проверку вы наверное многие никогда этого не делали но это мой быт я всегда даю потому что они просят ее и один раз я спешил и он меня позвал и он такой сумку на проверку я говорю давайте вот этой штукой он такой нет я засуну вот в эту аппаратуру я такой ну блин ладно и он засовывает и что-то сломалось я стою возмущаюсь и к нему подходит девушка с сумкой и молча вот так протягивает чтобы он ее проверил он проверяет она надевает и уходит эту ну уходит я подумал а ты что не знаешь что у тебя в сумке что ли ну типа ты с утра выходила там обед положила бомбу случайно ой ой нехорошо достаю бест вас не бесит когда нет я живу в москве москва очень мрачная очень серая единственное место где с утра встаешь подходишь к окну раскрываешь шторы и комната становится темнее чем она была что я зря переживала капотня капотня у меня у кого-нибудь был фантомный минет когда-нибудь это когда у тебя три месяца нет секса а потом ты из члена достаешь женский волос или вот у кого-то был не зря было алексей не было так опять пошло я но меня очень раздражает что девушки имитируют оргазм неприятная вещь ну и разозлился и теперь я решил что я сам буду имитировать оргазм женщины но когда мы будем заниматься сексом я понимаю что все я трясу ее тк нифига сет и кончил мне год назад делали операцию на носовую перегородку потому что я плохо дышал и мне после операции врач сказал что нельзя никаких нагрузок пакеты нести там бег нельзя секс можно она сказал я подумал видимо не знает как я ебусь потому что потому что я ебусь двумя пакетами в руках яндекс едой кто пользуется я тоже я тоже пользуюсь яндекс едой но я пользуюсь исключительно чтобы не скучно было домой возвращаться я захожу в макдональд заказываю еду из макдональдса домой жду пока курьер заберет заказ и мы вместе идем до дома потому что ну что было о чем поговорить типа прикинь что я придумал что происходит с женскими связками ключей но в мужской связке ключей ключи женской связке ключей вы же видели но могут быть там мягкие игрушки или продолжать или не продолжать алексей продолжать или остальные вот да я об этом да женские связки ключей но не бывает что три ключа там там же но это прицеп из безумного макса там огонь там огонь там чувак на гитаре хуярит я вообще подумал что женщина это часть женской связки ключей ее квартира ее жизнь это но сначала были ключи потом в сумке все зацепилась потом она потом ее жизнь оба и подружки вы его кажется больше любите я не уверен но че то у тебя есть вообще так недавно подумал доказательства блин это так себе будет но там не очень это сказать я очень за ну я очень зависит от от мнения окружающих ну на этом можно заканчивать так я очень зависим от меня окружающих я я хочу чтобы другие люди думали что я что мне пофиг что они думают обо мне я не выучил эту шутку просто странный вкус заметили когда кладут лимон рядом с блюдом ты обязательно выжмешь его блядь не всегда конечно не всегда что бывает всегда ничего я не больше не комик я я по давая финальные слова алексею дадим ну да такое но без фокусов да да просто чтобы люди на позитиве ушли спасибо всем хорошем настроении и собственно отдыхайте развлекайтесь сегодня все-таки пятница а что он сказал в конце а я думал праздник ну ладно все народ спасибо как и есть праздник последний пятница на этой неделе ребят сегодня суббота бобли мне прикинь бобли мне прикинь бобли мне прикинь бобли м